друзья всем привет сейчас будем снимать обзор нашей классической капельки классическая капелька выглядит именно вот так форма капли это максимальная аэродинамичная форма что позволяет существенно экономить на топливе то есть сопротивление у нее минимальная значит давайте пройдемся по наружу значит выглядеть это все вот так передней части установлен большой рундук темпер оборудована системой тормоза наката фирмы knot с этой стороны установлена маркиза кемпер имеет дверь с правой с левой стороны и задней части кемпера под этой крышечкой водится в кухонной зоне мы видим 5 ящиков верхней части это такие антресольки открываются и 3 в нижней части кухни у нас аккумуляторный отсек электропитания все здесь у нас находится бак с водой на 50 литров здесь место для хранения темпер имеет водоснабжение электроснабжения газовую плиту можно установить строльную врезанную столешницу также здесь удобный ящик для хранения к примеру столовых приборов контрольная панель управления которая включает розеточку 220 вольт при наружном подключении к сети либо от инвертора гнездо прикуриватель и usb зарядки включение выключения света в кухонной зоне и общее отключение всего питания в темпе покрытие зоны и темпера в целом внутри используются лаки на водной основе и тонировки также на водной основе максимально экологично также снаружи мы имеем подключение 220 вольт на парковках стоянках где это возможно подключиться заливная горловина для воды наружное освещение надежные замки окна колеса 15 радиуса стойки упоры для того чтобы он стоял жестко также в этом темпере установлена рессорная подвеска фирмы кнут с тормозом накатом прицепа сам себя останавливает что у нас внутри основное спальное место размером два метра на полтора метра откидная детская полка размером полтора метра на 60 сантиметров вот такой выдвижной столик возможно устанавливать зоне головы у нас установлена полочка usb зарядки и выключатели внутреннего наружного света и отключения usb зарядок если они не используются освещение led люк с режимом проветривания сеткой от комаров также можно установить люк с вентилятором два вместительных ящика для хранения вещей розетка 220 вольт в салоне ну размер ящика давайте покажу при помощи вот такой стандартной подушки 40 на 70 она спокойно туда поместилась там еще остается довольно таки много места повторюсь также что все панели то есть фанера обрабатывается лаками на водной основе это все максимально экологично максимально приятно на ощупь и это очень легко моется если где-то попала пыль надуло то просто влажная тряпочка это все убирается данном кемпере установлена маркиза и при установке маркиза устанавливается вот такой багажник на который возможно установить палатку наружную автомобильную либо бокс вот такого плана как установлен на этом автомобиле что позволит дополнительно взять с собой еще каких-то вещей прямо на крышу ну как я уже говорил что здесь установлена маркиза это очень рекомендуемая опция потому что маркиза вас защитит от солнца от дождя раскладывается она буквально за полторы минуты и также возможно заказать вот такие боковые шторки тоже очень рекомендуем они опять-таки защищают от солнца и от косого дождя устанавливаются тоже очень просто и быстро давайте еще расскажу почему выбрали формат кемпера в котором крышка открывается полностью то есть вот прям от самой нижней части она полностью поднимается вверх во первых у нас получается доступ вот ко всем этим нижним рундукам и в них много места для хранения появляются это первое ну и второе давайте возьмем ситуацию когда мы ехали на точку стоянки по допустим пыльному поле по пыльной дороге то соответственно у нас вот эта вот крышка вся сзади она будет в пыли если мы ехали по трассе по дождливой трассе вот она вся будет сзади грязная и что получается если у нас крышка открывалась в половину да то есть вот так мы приезжаем на отдых открываем верхнюю часть и вот это все у нас будет грязная это конечно не проблема возможно можно просто взять и помыть это все но когда ты приехал и вот просто открыл то не надо ничего мыть у тебя все здесь чисто и сухо и вот такой большой зонтик получается над головой это тоже немалый плюс когда у тебя над головой есть такой прекрасный навес который опять-таки защитить тебя и от солнца и от дождя пожалуй на этом обзор будем заканчивать если у кого-то будут вопросы пишите пожалуйста в комментариях пишите в личные сообщения сейчас вот еще сделаю такой круговой обзорчик так еще очень немаловажный момент вес до 750 килограмм то есть это категория б простая категория прав бы не нужно никаких дополнительных категорий какой автомобиль может тянуть абсолютно любой автомобиль абсолютно поэтому за категории и за вес можно не переживать значит масса прицепа ориентировочно 450 килограмм зависит от дополнительных опций может быть чуть выше ждем комментарии лайки подписки всем спасибо